здравствуйте друзья вы на канале питомника russian dog меня зовут ярослав фролов и сегодня я хочу вам представить ролик из потеряшек бывает такое то есть когда я сделаю ролик то есть полностью я сниму материал сделаю ролик его с моего я его смонтировал но каким почему-то я его не выложил на канал я так и не понимаю почему вот ролику ровно два месяца это было 29 августа 2020 года когда у меня супруга наиля ездила жар птицы на первую в их жизни и то и другое выставку но моя жена говорит что на лет 20 25 назад ездила на выставке там пару-тройку раз но это были совсем другие выставки совсем другое время вот и не с тибетским мастифом вот чем это закончилось вот эта вся выставка в чем вот выиграли не выиграли сейчас я расскажу покажу и именно на этом же самом месте там есть запись двумесячной давности где я сижу переживаю все там в какие-то рассуждения ушел я думаю вам будет интересно посмотрите до конца там жена будет танцевать вместе собаками ну и прямо сейчас подпишитесь на канал поставьте лайк когда будете подписываться обязательно жмите колокольчик это очень важно для канала поставьте лайк удачи вам просмотреть этот ролик и надеюсь я больше их терять не буду а а и а 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 вулкаша хватит на рамках Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, друзья! Вы на канале питомника собак Russian Dog И сегодня мы поговорим с вами вот о чем Почти год я не снимал Почти вы очень... Те, кто подписался на этот канал Меня давно не видели Я надеюсь, что сейчас потихонечку, полигонечку начнут выходить видео Сегодня конец августа, 29 августа 2020 года Как вы помните, как вы знаете Это год начала Ковидовой пандемии Все это изоляции Когда выставки собак были запрещены Полгода практически не было выставок И мы не ходили... А мы не ходили на выставки в общей сложности, наверное, где-то... Ну где-то месяца 8, наверное, мы не ходили на выставки Потому что мы все планировали весной пойти А тут как раз это все вот как началось Ну как вы знаете, выставки для питомника Для племенного питомника Для заводчика выставки нужны Потому что мы не можем выставлять собак Мы не можем вязать собак без выставок Без оценки выставочной Об этом я расскажу как-нибудь поподробнее А сегодня у меня такой почти крик души Сегодня, вы помните, по каналу Кто там чуть раньше смотрел Мы оставляли себе щенка полтора года назад Ну почти два То есть это щенок рождения 29 декабря 2018 года В этом году Я думаю, что мы ее пустим в племное разведение Что мы ее повяжем Как повяжется, с кем повяжем Я расскажу чуть позже Все уже известно Я уже это запланировал Но так как мы немножко затянули с выставками Со всем-всем-всем Она на выставке еще не была ни разу Вот сегодня поехала на выставку Но организаторы выставки Несмотря на все мои просьбы Поставили выставку в 10 То есть ринг тибетских мастифов Сегодня в Казани в 10.35 Вот Хотя и обидно В один день идет две выставки Я специально попросил тибетов перенести после обеда Чтобы я сам смог поехать Потому что кто из вас не знает У меня же есть канал ЛПХ Фроловых Собственно я помимо всего прочего Я еще с 2014 года балую сельское хозяйство Вот И я по утрам реально занят То есть я освобождаюсь в 11.12 То есть я попросил Поставьте пожалуйста пост 12.30 Если это возможно Ну вообще обычно организаторы идут на встречу Эти организаторы то ли принципиально не пошли на встречу То ли что Поставили в 10.30 То есть у нас не оставалось выбора Как Либо мне Забить На Свой Дойку Кос и коров Либо Отправить туда жену Жена ни разу в жизни Жена ни разу в жизни не выставляла собак Я сейчас снимаю Это видео Практически сразу после того как Она уехала Вдвоем причем так получилось Что с ней ни дочка не смогла поехать Никто Она уехала одна С собакой С жар-птицей На выставку на которой Она сама ни разу на ринг не выходила Она видела В теорию знает Она со мной была На многих выставках Видела как это такое Видела как выставлять Но сама не выставляла Поэтому я очень сильно нервничаю Тема закончится Сегодня узнаю Вот Ну бог даст Все будет у нее хорошо Потому что я честно сказал Говорю ты не волнуйся Не суетись Все выставки не выиграешь А опыт набираться надо в любом случае Пусть набирается опыта Потому что я Мы выставляем собак сами Мы не выставляем С хендлерами Одна из причин Потому что Во-первых На это надо очень много денег Так или иначе На это надо много времени А во-вторых Что нам интересно Выставлять сами Реально Потому что Самим выставлять собак Ну Ты же ее сам готовишь Та чем сейчас собаками Решил заниматься Кто реально занимается Просто чисто Вот Как бизнесом Да Там это все правильно Все просто То есть ты занимаешь рабочих Которые убирают За ними все какашки Ты набираешь Ты заводишь себе Хендлера Который выставляет Ты заводишь себе Грумера Который все вычесывает Твоя задача Только Ну Думать С кем повязать Грубо говоря Именно племенная работа Даже роды принимать Щенение Сук Даже ты в принципе В таких случаях Не принимаешь в этом участие А у тебя там Работает ветеринар Мне это не совсем интересно По крайней мере до сих пор Мне это было неинтересно Да и сейчас это неинтересно Мне интересно Все это пропустить через себя Мне интересно Чтобы Щенков Щенков Я принимаю сам Я ночую в рожалке С собаками Могу там В последний раз В прошлом году С Василисой Четверо суток Я там реально ночевал Жил там В рожалке 2 на 2 на 2 Кубик такой У нее это хорошо У нее был выход на улицу А я тут прям вот все сидел Мне интересно Самому выставлять Мне интересно Самому возить на вязки Мне интересно Думать о том Чем моя собака заболела И думать о профилактике Заболевание самому Вот чтобы это был Никакой чужой дядя Тетя Мне собаки Самому интересно Так вот Возвращаясь В сегодняшней ситуации Держу кулачки Вы об этом узнаете Буквально через несколько секунд Минута Я об этом узнаю Еще часа через 3 Минимум Когда жена позвонит И скажет Что ой Мы там Ну чего-нибудь скажем Как они выступили Я немножко нервничаю Ладно Все Сейчас чуть позже Включусь опять И расскажу вам Что там произошло Мы уехали победители Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когти Лайш, ты не вычищешь Ну да, вот Да, да, да Лайки Да, ты тоже радуешься Спасибо, что досмотрели Этот ролик до конца Теперь немножко резюмирую Это видео Я вот когда его сейчас Еще раз пересматривал Я догадался почему И думаю, что я из-за этого Его и не выложил тогда Потому что у него не хватает концовки Не хватает вот именно объяснения Что же они привезли с выставки С выставки, то есть Как я в самом начале сказал Первый раз То есть на выставку Первый раз в жизни ездила Как сама собака Рашен Дог Жартица Так и фактически Моя супруга Наиля С этой выставки Они приехали вот с дипломом С кучей описаниями С кучей сертификатов На что То есть Жартица на этой выставке Стала чемпионом РКФ Она стала кандидатом Чемпиона России Она получила цацку Она выиграла Среди всех Сук Тибетских массивов На этой выставке Она получила титул Лучшая сука И она также стала Лучшим представителем породы Среди всех тибетских массивов То есть и кобелей И сук Всех вообще То есть она стала лучше Представитель породы Это собственно говоря Это шикарнейший результат Для первой выставки Я был очень горд Было все классно Поэтому наверное Концовку вечером Сделать и не смог Потому что вот эмоции Которые днем Меня сначала так вот Немножко прибили Потом вот взорвались Вот Поэтому все Огромное вам спасибо Что подписываетесь на канал Я надеюсь Вы все подписались Потому что это помогает Нам увидеть обратную связь С вами Увидеть ваши комментарии То есть комментируйте видео Ставьте лайки Ну кому очень сильно Я не нравлюсь Или наш канал не нравится Ну поставьте дизлайк Ну в любом случае Спасибо что вы здесь И что-то делаете Это все Это тоже обратная связь Удачи До свидания Рад что вы с нами До свидания